Европейские светила кондитерского искусства над созданием рецепта мороженого работают год. Технолог из Мадлена доказала, настоящие профессионалы могут справиться с задачей практически на ходу. Несмотря на ощутимую тряску от волнения, Диляра Ниязова справилась с работой весьма успешно. Из максимальных 109 баллов ее мороженое получило 89. Я вышла, еще у меня такой номер несчастливый попался, 13-е. А у меня руки-ноги дрожат, я не знаю, как себя вести. Мне говорят, ну, там Бордосов, с кем мы сотрудничаем. Вы не переживайте, говорит. Что знаете, то и делайте. Что вы у себя в Казахстане делаете? Чем вы людей кормите? Ну, соответственно, продукты соответствующие есть. Я все эти деньги перемешала, постерилизовала, гомонизовала. Потом это убирается. Каждый человек же мечтает о первом, втором, третьем месте. Но я понимала, что я не была все-таки готова, но спонтанно выступив в ЗАГ «Наш Казахстан», я не могу, у меня столько эмоций, я выступила, и меня объявляет четвертое место. Вы понимаете, что это такое? Участие в конкурсе на лучшее мороженое было неожиданным. Еще более неожиданной победа. Ну, а верх удивления Диляра испытала, когда ей вручили сертификат поздравления с четвертым местом. Вместо привычной официальной бумаги в строгой рамке, она получила большой альбомный лист, обрамленный белой шелковой лентой. Даже все надписи на нем были сделаны вручную. Впрочем, это, как оказалось, главная идея и стремление современной Европы. Все самое ценное, без лоска и пафоса, только настоящее, простое, лаконичное и натуральное. Когда человек приходит в хорошую кофейню, в хорошую кондитерскую, в первую очередь обращает на срок годности. Они считают, чем меньше срок годности, тем лучше торты. Соответственно, это натуральный продукт. Потому что натуральный продукт, он быстрее портится. И они спрашивают, био это продукт или не био. Настоящий йогурт или не настоящий. Творог настоящий или все-таки это химия. И на что, конечно, мы акцент еще 10 лет тому назад сделали. Я думаю, сейчас мы на этом направлении так и будем работать на натуральных продуктах. После такой награды позиции мороженого в Шемкенте теперь только укрепляются. Впрочем, особых снижений производства, несмотря на не сезон, не наблюдается. Джелатерий Мадлен приглашает всех, кто еще не попробовал изысканных ледяных десертов, не тянуть с дегустацией. Создается все мороженое исключительно из натуральных продуктов и живого молока. Никакой лактозы и других сомнительных компонентов. Стопроцентный чистый продукт. Как знать, возможно, в скором времени Мадлен предложит своим почитателям мороженое из... Впрочем, оставим это пока тайной. Ведь только работникам Мадлен удается всякий раз удивить по-настоящему даже самых притязательных гурманов. Татьяна Вдасева, Константин Исупов, Азим Каримов. Информационная служба. Телекомпания «Утро». Продолжение следует... Продолжение следует...